Твои советы никому не нужны. Ярослав, ты машешь сильно руками? Ярослав, ты кривляешься? Ярослав, ты кричишь? Не кричи! Психологи себя так не ведут, психологи такие рубашки не носят. Но если я его не просил, если ты сама за меня решила, ты несешь ответственность, и ты виновата за это. Как делать так, чтобы мужчины возле тебя преуспевали, и при этом тебе не было необходимости раздавать советы? Как сделать так, чтобы отношения были счастливыми не только первую ночь или первые три года влюбленности? Привет! Меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях. И прямо сейчас мы будем разбирать эту животрепещущую тему. И для некоторых из зрительниц она будет неприятной. Неприятное осознание, но за неприятным осознанием может быть более счастливая жизнь и более счастливые отношения с мужчинами. Кстати, если для тебя важно разобраться, как перезагружать непонятные отношения, где уже что-то идет не так, или пошло не так, или уже длится что-то не так какое-то время? Как привлекать достойных мужчин в свою жизнь без провокаций, без сексуальных фотографий, без манипуляций, и чтобы эти женщины видели в тебя достойную женщину, и чтобы ты точно поняла, что это тот самый достойный мужчина? Как создавать по-настоящему счастливые отношения, которые длятся классно не только одну ночь, первые три года влюбленности, или до рождения первого ребенка, столько, сколько ты сама захочешь? Если для тебя важно в этом прокачаться, как женщина, разобраться, как же поднять самооценку, как обрести больше уверенности в себе, как с каждым днем, с каждым годом становиться только роскошнее женщиной, тогда прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке, и успей записаться на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». До встречи. Ярослав, ты машешь сильно руками? Ярослав, ты кривляешься? Ярослав, ты кричишь? Не кричи. Психологи себя так не ведут. Психологи такие рубашки не носят. Мнение и советы могут быть как в комментариях в соцсетях, в Инстаграме где-то под звездой какой-то или селебрити, или на свидании, или в отношениях с мужчиной. Прямо сейчас зайди в каком-нибудь селебрити в Инстаграм и открой какие-то последние несколько постов. И посмотри, сколько там непрошенных мнений и советов по отношению к этому человеку. Это все скрытый вид агрессии. Почему? Потому что человек же не просил совет или мнение. Я не прошу совет или мнение о том, машу я руками, кричу или... Я не прошу. Это значит ровно одно, что это мне нафиг не нужно, мнение или совет насчет этого. Но... И при этом я хочу донести, если мне не нужно ваше мнение насчет этого или совет, это не значит, что я вас не уважаю, или не люблю, или плохо к вам отношусь. Это значит ровно одно, мне это не нужно, я в этом не нуждаюсь. Понимаете? Ты можешь сказать, Ярослав, ну я же по-хорошему, я пришла на свидание, ну я вижу, что мужчина как-то неправильно живет. Ну я же это вижу, ну я же более опытная. Ну как ему не посветать? Я же по-хорошему, я же ничего плохого не говорю. Я же наоборот вам сказал, Ярослав, не махать руками, я же просто хочу, чтобы вы более успешны были. Поэтому, а я там профессионал в какой-то невербалике, я вам дала такой совет. Я же мужу своему по-хорошему выражаю мнение, что он неправильно общается с начальником, или неправильно строит бизнес. Я-то просто что-то там понимаю, то я же просто вижу того, чего он не видит. Я же по-хорошему. Ярослав, а ты говоришь про какую-то агрессию. В смысле? Знаешь, вот если ты мне желаешь хорошего, просто задай мне вопрос, Ярослав, я тебе желаю хорошего, а могу быть я тебе чем-то полезна? А могу быть я тебе полезна советом или мнением? И если я тебе скажу, да, конечно, это подтвердит то, что мне твое мнение и совет действительно нужно. Но если я его не просил, если ты сама за меня решила, что твой совет является чем-то хорошим для меня, прости, но у меня есть вопрос, а с чего ты взяла? Более того, я убежден в том, что и мои советы нафиг никому не нужны, если их не спрашивают. И это видео я записываю, потому что спрашивают. Да, или для тех, кто спрашивает для тех, кому интересно. Я не хожу со своими видео, не говорю, смотрите мое видео, всем смотрите мое видео. Или не подхожу в кафе, я вижу пара ссорится, я такой молча подхожу и даю им телефон. И там мое видео. Три признака разрушающихся отношений. Я же так не делаю, потому что я понимаю, что если они не спрашивают мое мнение, оно им нахрен не нужно. Понимаете? И так же и с мужчинами. И когда вы советуете мужчинам, это, во-первых, скрытый вид агрессии с вашей стороны. Во-вторых, часто мужчины негативно реагируют, правда, на ваше мнение и советы. Вам кажется, что я такого? Я просто посоветовал, мне не выразил. А он как-то злится. Почему он злится? Потому что это его реакция. Потому что он бесится, потому что он не просил совет. Более того, потому что ты проявляешь жалость к нему, а ему жалость твоя не нужна. Если ты проявляешь ко мне советы какие-то, ты, значит, думаешь, что если Ярослав не перестанет махать руками, значит, он не справится. Поэтому я бегу его спасать своим советом. Но Ярослав не хочет, чтобы его жалели. Ярославу это не нужно. Жалость это равно я в тебя не верю. Жалость это равно я тебя спасаю. Понимаете? И если вам хочется, вот отслеживайте, раздавать советы, выражать мнение по поводу какого-то человека, которого не спрашивает, да, это значит, что вы на человека смотрите сверху вниз. Это значит, что вы на этого человека смотрите как на ребенка. Вам жалко его. Как только тебе хочется дать совет или мнение мужчине, которого не просит, мужу даже, Это значит в тебе играет вот это состояние И это ни к чему хорошему не ведет Я сейчас молчу вообще про последствия советов, которые не просят Когда мужчина делает, как ты говоришь по твоему совету Потом все прогорает или как-то все рушится И потом ты несешь ответственность и ты виновата за это Я вообще молчу сейчас про эти последствия Но к этим последствиям приходят И ты можешь спросить, Ерослав, а если мужчина сам спрашивает совет Можно ли ему давать совет? Я не рекомендую Вообще можно Ну вообще, можешь делать что угодно, что тебе хочется, я же тебе ничего не запрещаю. Но вопрос в том, какие ты взаимоотношения хочешь строить, да, какие у вас взаимоотношения, бизнес, партнер, партнер, сотрудник, начальник, какие у вас советы. Какое ты взаимоотношение хочешь создать? Если твоя задача создать взаимоотношения мужчина-женщина, я считаю, что лучше говорить, что мужчина сам справится, он точно лучше знает. Мне кажется, можно так сказать, что вот так, вот так, вот так можно, но ты лучше знаешь, дорогой, ты сильнее, ты умней, ты лучше знаешь. Вот в такой форме можно давать совет. Опять же, можно в любой. Я сейчас выражаю свою точку зрения с точки зрения эффективности, с точки зрения счастья. Я своим близким друзьям не раздаю советы. Не потому, что у них все идеально в жизни, а потому, что я знаю, что они точно справятся. Второе, я их уважаю. А если их уважаю, я не позволю себе их жалеть, спасать и так далее. Я их уважаю, я смотрю на них как на сильных. Я знаю, что они справятся. И поэтому я не лезу со своими советами и мнениями, которых меня не спрашивают. Хотя, поверьте, мне есть что посоветовать и какое мнение выразить. И плюс, я не трачу свою энергию. Зачем мне тратить энергию, особенно если мне не спрашивают? Я лучше свою энергию буду инвестировать в создание своей жизни, что и вам советую. А еще раз, просто обратите внимание, зайдите на какие-то инстаграм-аккаунты и посмотрите, как много людей выражают свои мнения и советы. И посмотрите, что это за люди, перейдя в их аккаунт. И увидите, что, к сожалению, это те люди, у которых нет в своей жизни ничего интересного. И поэтому они возмещают какую-то свою значимость, оскорбляя другого человека, выражая совет или мнение, неважно в какой форме. И еще раз, если вы желаете хорошего человеку, просто сначала задайте ему вопрос. Я тебе желаю хорошего, мне хочется тебе дать что-то лучшее, а посоветуй, как я могу это сделать? Если человек молчит, игнорирует или говорит спасибо никак, или спасибо, что я обращусь, это точно говорит о том, что ему не нужны ваши советы и мнения. И это не значит, что этот человек вас не уважает, не любит или плохо относится. Не додумывайте, не перекручивайте. И будет в вашей жизни счастье. Более подробно, как же правильно поддерживать мужчину, когда ему плохо? Как же, что же делать с мужчиной, когда ты понимаешь, что он делает ошибку, да, и как-то нужно с ним повзаимодействовать, да, чтобы он не совершил эту ошибку, когда ты видишь, что это очевидно? Как строить по-настоящему счастливые отношения? Как делать так, чтобы мужчины возле тебя преуспевали, и при этом тебе не было необходимости раздавать советы? Как сделать так, чтобы отношения были счастливыми не только первую ночь, или первые три года влюбленности, а столько, сколько ты сама захочешь? Как привлекать достойных мужчин? Это мы разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и успей записаться бесплатно. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, и до встречи в следующих видео. Пока!